Привет! Как дела? Сегодня, наконец-то, настал тот день, когда я исполнила свою давнюю-давнюю мечту, которую собиралась сделать уже, наверное, лет 5 или 6 назад. Да, по-моему, к 35-летию я уже хотела преподнести себе такой подарок, но почему-то всё как-то откладывало это дело. И, наконец-то, к 40-летию, к своему юбилею, я заказала художнику написать мой портрет масляными красками. Не только мой портрет, но и двух других героинь сцены из королевского Аскотта с фотографией, которую сделал репортер мой коллега, когда я также фотографировала людей и принимала участие в качестве прессы на королевских скачках в Аскотте. Эту фотографию я нашла в одном из британских журналов, который называется InStyle. Об этом я уже вам рассказывала, как и о самих скачках в Королевском Аскотте. Если кто не помнит, смотрите в этом ролике. И вот такой вот финальный результат получился, чему я очень рада. Мы писали эту картину около полугода. Но, в принципе, художник обычно пишет картину за две недели. Ну, я сильно не торопилась, 5-6 лет ожидания ни к чему не принуждала художника. Как есть, так и есть. Считаю, что получилось все классно, так как я и задумывала. Осталось только приобрести рамочку, какую-то такую интересную королевскую. И можно уже наслаждаться этой картиной в интерьерах моего дома. Скорее всего, я повешу ее вот на эту стену. Вот как-то вот так вот она у меня будет висеть. Ну, чуть-чуть повыше. Итак, расскажу, как все это начиналось. Нашла я на Авито пару объявлений о том, что художники пишут картины с фотографии. Стала спрашивать людей, то есть художников, во сколько мне обойдется это все. Портрет из трех человек стоит намного дороже, чем портрет одного человека. Также я хотела заказать большие параметры. Это 60 на 90. И вот нашла несколько художников. Одна мне озвучила цену за 27 тысяч, обсчитала мой портрет. А другая, Элеонора, с которой я стала сотрудничать, сказала, что портрет мне такой обойдется в 15-17 тысяч. И так как это было в декабре, я сразу после дня рождения решила заняться портретом. Я спросила у нее, сколько это займет. Она сказала, две недели. Я решила подумать. Потом у нее там начались елки. И, в общем, все как-то затягивалось. Потом она заболела коронавирусом. Потом я заболела. В общем, в итоге она начала писать этот портрет. Вот так вот он выглядел. И уже прислала мне первый эскиз где-то в феврале. Потом уже в красках начала все это разрисовывать. Добавлять шляпки, добавлять перья на шляпки и так далее. В общем, мы с ней работали плодотворно. Ну так, раз в неделю где-то она мне отписывалась. Присылала новые фотографии. И что-то корректировала по моей просьбе. Там волосы потемнее, посветлее. Нос немножко подкорректировать надо было. Где-то перья подрисовать, которых, в принципе, на фотографии не было. Ну так как там четвертый человек стоял, а мы сделали трех. То мне вот сверху моей черной шляпки подрисовали еще немножечко красных цветов или чего-то такое. Вот так что вот так вот в финальном, в финале выглядела моя картина. И я забрала свою картину в центре города. И вот как выглядела распаковка, вам сейчас показываю. Картину принесли. I'm Wailed называется. Распечатка. Челсику нравится, да, Челсик? Челсик ужас. Челсик у нас за любой кипиш. У, тяжело. Скотч отвергать. Пошло. Готовы? Челсик готова? Смотри. Ух ты! Ну так. Сейчас посмотрим. Наська, это ты что ли? Ты или что ли? Вроде я. Ну-ка. 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 Нормально? Думала повесить в свою комнату эту картину вот на это место. Но в тот момент, когда я получила свою написанную картину, в тот же день у подъезда моего дома я нашла вот этот вот шикарный образец Tower Bridge. Таврского моста. Ну, естественно, я ее притащила домой, кто-то выкинул, у подъезда поставил, типа, берите кто хотите. И она очень гармонирует с моим комплектом вот этим вот тоже London. Когда-то купила я его тоже на eBay. Ну, в общем, вписалась в мои синие тона спальни. В итоге ту картину, которую я заказала, я повешу в зале. Потому что в зале у нас как раз-таки преобладают красные тона. Ну, а это вот шикарно смотрится теперь у меня над кроватью.